Установи умную сигнализацию с GSM-модулем и управляй автомобилем прямо со смартфона. Федеральная сеть фирменных центров Starline. Хлебозаводской проезд 9. Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Лоб в лоб с трактором. Два человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в ДТП в Сумском районе. Отчего отказываешь? Что ты мне в машину въехал? Слушай, я тебя взял, в рожу еду. Вот от этого я точно не откажусь. Оказался на асфальте в наручниках. Руку больно. С задержанием закончился вечер у неугомонного водителя Волги на улице Шинников. Два человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в ДТП в Сумском районе. Там лоб в лоб столкнулись УАЗ и трактор Т-150. Подробности в рубрике «Обзор аварии». Авария произошла в среду днем на 15-м километре дороги Осиновица-Курчум. 42-летний водитель УАЗа не справился с управлением. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля УАЗ, двигаясь по грунтовой дороге, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с трактором Т-150. В результате происшествия водитель и 36-летняя женщина-пассажир автомобиля УАЗ погибли на месте. Также 40-летняя женщина-пассажир получила тяжелые травмы, была госпитализирована в медицинское учреждение. В Верхошижимском районе не справился с управлением водитель мотоцикла «Иш-Планета-4». Трехколесный транспорт вылетел в кювет и опрокинулся. От полученных травм рулевой байка скончался. По данным полиции, у мужчины не было прав, и он ехал без защитного шлема. ДТП с участием пешехода произошло в городе Уржуме. По предварительным данным ГИБДД, 57-летний водитель Сань Йонга сбил 45-летнего мужчину, который шел по дороге. Пострадавший получил травмы, медики оказали ему помощь. В Кирове на улице Труда травмы получила 7-летняя девочка-пешеход. По предварительным данным госавтоинспекции, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, ее сбил 22-летний водитель «Шевроле Клан». На место аварии вызвали бригаду скорой помощи. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Задержанием закончился вечер у неугомонного водителя «Волги» на улице Шинников. Мужчина явно был пьян и не хотел отказываться от езды на автомобиле. Подробности этих приключений выяснял Павел Москвин. Жена позвонила, сказала, нам парни звонят в домофон. Я говорю, ответь. Ребята были очевидцами, как черная «Волга» въехала она в машину автомобиля «Мазда». У Евгения, владельца «Мазды», выдался аварийный вечер. Какой-то водитель на «Волге» помял его машину во дворе на улице Цеховой. Правая, да, сторона? Сторона, правая. Там пампер выпал, вон, посмотрите, на его сне валяется. Вот, п***о валяется. И вот, следы, пожалуйста. Там на дороге зигзаги. Подозреваемого полицейские обнаружили на улице Шинников, 13. Похожая, по приметам «Волга» была на бордюре и уже никуда не ехала. Мужчина за рулем «Волги» еле говорил, а потом еле стоял на ногах. Зачем? Я сидел в машине просто. Чья машина? Брата у меня, другана. Брата или другана? Ну, другана. Я просто сделал машину и все. Уделся? Ну да. Можно и так сказать. Илья все отрицал. И пьянство за рулем, и ДТП. Он-то сел, подставил. Поставили, да? Реально оторвали и положили рядом, да? Нет? Битая машина уже была. Я не совершал ДТП. А кто совершил еще раз? Повторите, пожалуйста. Иди домой. Оформить Илью как пьяного водителя и виновника ДТП инспекторы не могли. Очевидцы, которые якобы видели, как он врезался в Мазду, отказывались давать объяснения. Даже очная ставка с владельцем иномарки Евгением не разбудила в Илье чувство совести. Отчего отказываюсь? Что ты мне в машину въехал? Слушай, я тебя взял, в рожу въеду. Вот от этого я точно не откажусь. Ну, на, что, пожалуйста. Хочешь еще на большее съездить? Не вопрос, что? В итоге полицейские записали данные Ильи и номер машины. Евгению сообщили, что устанавливать виновника аварии будут в отделе розыска. Илью отпустили и стали наблюдать, что он будет делать. Тут мужчина совершил большую глупость. Он решил прокатиться на Волге. Завел ее, поехал и, что называется, вскипел на улице Шинников. Там его инспекторы и задержали. Что хотелось? Водительское, следующее, страховое полице. Действительское, нет. Дома забыли? Да. Да? Хорошо. Паспорт? На машину документы? На машину, дома тоже. Водитель Волги сделал вид, что впервые видит полицейских. С важным видом он начал вспоминать о своих правах. Согласно, на каком основном? Согласно, без фото, раз, признаки к нему у вас есть. Два, этого мало? Выходить из машины Илья не хотел. Инспекторы несколько раз его предупредили, что применят силу. Но водителю было все равно. Он взял ключи и попытался завести Волгу. Это было ошибкой, после которой Илья оказался в наручниках. Руку больно. Так закончились приключения неугомонного водителя Волги Ильи. Сейчас его ждет лишение прав и штраф. Также, возможно, ему придется отвечать за разбитую Мазду. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. И вот что вы увидите после нее. Любитель собирать дурман траву. У жителя Кельмези нашли 7,5 килограммов конопли. Закрыли в багажнике, вывезли и избили. Двое жителей Белой Холуницы подозреваются в похищении мужчины. Еще, 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 все, достаточно. Был пассажиром, стал водителем. С нарушением в целом пригласили? Ну, конечно, согласен. Что, выпил? Конечно, конечно. Первый раз? Да, конечно. На хлебозаводском проезде сотрудники ДПС задержали пьяного водителя «Жигулей» Вадима Елькина. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Устроил дома наркоботанический сад. Собирал и продавал запрещенные гербалии 44-летний житель Кельмези. В ходе обыска полицейские изъяли у мужчины 7,5 килограммов конопли, что является крупным размером. Все подробности в рубрике «Сводка». 44-летний житель Кельмези попался на хранение наркотиков в крупном размере. В ходе проведения операции «Мак» полицейские нашли у него дома, а также в хозпостройках, 7,5 килограммов дурман травы. У мужчины изъяли несколько коробок с коноплей, марихуану, расфасованную в газетные свертки, и 175 тысяч рублей. На чердаке полицейские обнаружили кусты конопли, разложенные для сушки. Также мужчина указал место, где собирал растения. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Мужчина заключен под стражу, проводится расследование. Известно, что коноплю злоумышленник сушил на продажу. Один из клиентов Кельмезского наркодилера также попался полиция. Это 39-летний мужчина, у которого нашли марихуану. Он пояснил, что купил ее как раз у любителя выращивать дурман траву. Методами из 90-х действовали двое жителей Белой Холуницы. 10 октября мужчины 32 и 45 лет, будучи в пьяном виде, сговорились и похитили 31-летнего потерпевшего. Они приехали к его дому, избили мужчину, закрыли в багажнике и вывезли к реке в районе поселка Каменное. Там злоумышленники достали похищенного из багажника, избили и оставили на берегу, а сами уехали. Полицейские задержали похитителей и взяли под стражу. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Также приятелей проверяют на причастность к еще одному преступлению. В тот же день таким же образом пропал 34-летний житель Белохолуницкого района. Его таким же способом вывезли на машине к реке и оставили там. Отказал дать денег взаймы своему собутыльнику и лишился жизни 46-летний житель Лузы. 13 октября компания приятелей распивала спиртное. В ходе застолья 22-летний молодой человек решил занять 100 рублей у 46-летнего товарища, но тот отказал и пошел домой. Молодой человек догнал его на улице и избил деревянной палкой по голове. От полученных травм мужчина скончался. После этого подозреваемый выбросил тело погибшего в канаву. Злоумышленника задержали. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Алина Котрихова. Место происшествия. Любителя погонять с пьяными водителями Вадима Елькина задержали сотрудники ДПС на хлебозаводском проезде. Молодой человек часто был героем нашей программы в качестве говорливого пассажира у нетрезвых лихачей. Теперь же Вадим сам сел за руль авто и решил подвезти компанию приятелей. Каково ему в новой роли? Смотрите в следующем сюжете. Водителя «Жигулей» Вадима Елькина задержали у перекрестка хлебозаводского проезда и улицы Герцена. Нарушителя сразу увезли в ГИБДД. А его пассажиры решили оттолкать машину, чтобы ее не эвакуировали. В итоге на улице Воровского у «Жигулей» заблокировался руль. Приятели бросили автомобиль и ушли. Вадим же в это время готовился к экспертизе. Раньше Елькин был замечен только как пассажир, который ездит с пьяными водителями. Летом 2015 года он катался на пассате с закадычным другом Денисом Пуговкиным. Осенью того же года активисты ночного патруля и инспекторы задержали эту же парочку после длительной погони на Волге. А зимой 2015 Елькин был замечен уже в компании с другим водителем на «Тойоте». Тогда он выступил в качестве правозащитника-нарушителя. Осенью 2018 Вадима самого задержали пьяным за рулем. На этот раз он уже ничего не отрицал. Как выяснилось, это был не первый раз и даже не второй. Елькин любит не только ездить на авто, но и управлять им. По информации ГИБДД его уже судили в рамках уголовной статьи за повторное пьяное вождение. Теперь Вадим готовится к новому наказанию. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите далее. Зажал ногу и поехал. На проспекте строителей камера зафиксировала, как водитель автобуса прижал школьницу дверями. Ехал красиво, но недолго. Красиво, ребята. На перекрестке улиц Карла Маркса и Труда водитель Volkswagen с номером 007 поехал на красный сигнал. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На проспекте строителей камера зафиксировала, как водитель автобуса прижал школьницу дверями. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На проспекте строителей водитель автобуса не заметил 10-летнюю девочку, прижал ей ногу и поехал. Школьнице удалось достать ногу из дверей, она упала на асфальт. Девочка получила травмы. Сейчас полиция проводит проверку. На перекрестке улиц Карла Маркса и Труда водитель Volkswagen с номером 007 поехал на красный сигнал. Красиво, ребята. Красиво, ребята. На перекрестке улиц Володарского и Московской водитель 14-й думал, что едет по главной дороге. В Амутнинске пешеход едва не сделал неверный шаг. На перекрестке улиц Горького и Азина пенсионер-эксперт на гранте посчитал, что в этом моменте его не пропустили. На следующем перекрестке водитель Гранты догнал машину с камерой и попытался предъявить автору видео претензии. Ты что там орешься, б***ь? Чего не соображаешься, ты, б***ь? Кого подрезаешь, ты, б***ь? Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свои мобильные телефоны или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpikerovsobaka-inbox.ru или звоните и сообщите по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте или проследить за проектом в Инстаграме и Телеграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи.